Всем привет, с вами Ваня и мы продолжаем проходить игру Sims 2 на PSP. В предыдущей серии мы с вами закончили квесты в секте, которая почитала коров. И теперь нам нужно бежать в отделение 47, чтобы поближе приблизиться к тому, чтобы узнать, что наконец в итоге затевает доктор Ньюлоу и зачем он все это делает, зачем он украл корову, зачем он украл Роберту, что ему нужно от нас. В общем-то, теперь мы с вами ближе, еще ближе к тому, чтобы на все эти вопросы наконец-таки получить ответы. Ну что ж, давайте отправляться в отделение 47. Нас направил туда Синджин Балани, он сказал, что нас тут встретит как раз-таки его родственник Лазла. Походу, это он и есть. Вот. Так, ну давайте для начала осмотримся. Таким вот образом у нас выглядит отделение 47, то есть это такая военная зона. Явно, что это аллюзия на зону 51, которая находится в США. Так, окей. Валяется тут мусор. Не знаю, зачем мы его собираем. Вроде бы его можно было продавать шерифу нашему, но фиг его знает. Я уже не помню, как это делается. Давайте все равно соберем его. Вдруг он нам понадобится. Так, окей, я вижу... Я вижу НЛО, которое лежит в яме в какой-то... Так, и за коробками я вижу секрет. Давайте посмотрим, что это за секрет такой. Окей. Почему бы и нет? Так, давайте заберем этот мусор тоже. Что у нас здесь? Что у нас здесь? Ничего. Окей. Так, вот я вижу еще один секрет, но давайте... Нет, окей, сейчас давайте посмотрим, что здесь и заберем его. Заберем его, да. Окей. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Бараки, окей. Так, это ученый, походу, какой-то. Ну, неплохо они здесь так устроились. Окей, давайте пойдем поговорим с Лазла. Добро пожаловать в отделение 47. Ты должна быть Лазла, кузен Синджина. Да, это я. Я слышал, что ты ищешь работу. Да. Тебе бы не помешало сходить и поздороваться с генералом. Ты пока что не можешь войти в наш лабораторий, поэтому сбегай пока в бараке. А где они находятся? Итак, ну мы видели уже с вами бараки, поэтому нам, в принципе, эта информация не особо нужна. Окей, войди внутрь и поверни направо. Офис генерала находится там. Ты его точно не пропустишь. Спасибо большое. Не благодари меня, пока ты здесь хоть чуть-чуть не поработал. Возможно, ты захочешь забрать свои слова обратно. Я буду держать это в уме. Окей. Походу здесь какие-то странные делишки происходят, потому что Лазла говорит, что мы можем еще пожалеть. Об этом окей, ладно. Побежали в бараке. Нам нужно найти кабинет генерала. Он сказал повернуть направо. Это здесь. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Так, это что у нас? Подожди. Те мы можем с этим взаимодействовать? Интересно. Кассовый аппарат. Походу здесь должен быть торговец еще один. Так, ладно. Вот он, генерал. Я так понимаю. Давайте поговорим с ним. Генерал Бас Грант. Что это такое? Кто впустил тебя на мою базу? Новый работник, сэр. Меня порекомендовал Лазла, сэр. Лазла, если этот бездельный волосатый панк думает, что он может притащить сюда любого бомжа с улицы и кинуть его в мой офис, он сказал, что здесь может быть для меня работа. Конечно, тут есть работа, но работа есть для честных работников, которые не плачут мне в лицо и не воняют в моем офисе. я что-то сделал, что вас обидело. Твое существование меня обижает. Если бы ты не был гражданским, я бы тебя отсюда вытащил и отхлестал. Окей. Ну, то есть я вам не нравлюсь. Так, если бы мы были друзьями, вы бы со мной так не разговаривали. Если бы мы с тобой были друзьями, то это бы означало конец света. Все бы умерли и такие как ты бы управляли землей. так что короче мы не нравимся генералу. Нам нужно его впечатлить, чтобы он с нами начал разговаривать как нормальный персонаж, потому что мы с какого-то фига ему не нравимся. я не знаю почему он видит нас в первый раз, но как видите мы ему не очень-то и нравимся. Хорошо, так давайте с ним тогда поговорим, попробуем его впечатлить. Окей, и еще один раз нам осталось. Окей, отлично. Теперь он с нами должен нормально разговаривать, я надеюсь. Не понял. Relationship 2. То есть мы сейчас с ним подружились, у нас пока что одно очко отношений с ним. окей. Давайте еще раз. разговаривайся. Я не ошибся, потому что чем дальше мы продвигаемся по сюжету, тем сложнее становятся мини-игры с диалогами. окей. Теперь точно у нас получилось, давайте поговорим. Сэр, я думал мы друзья. слушай, мне нужно поддерживать свой имидж. Так, я понимаю. Это правильно я сказал дисциплина. Так, сэр, я ищу работу. Работу? ты хочешь, чтобы я предоставил тебе работу? Почему я это должен делать? Потому что мы друзья и мне нужна услуга. я предоставлю тебе работу. Иди чист туалеты. Что? Я хочу, чтобы ты вылизал каждый туалет дочисто. И я хочу, чтобы ты сказал, что тебе это нравится. Слушай, а, он шепотом нам говорит, потому что мы друзья, поэтому он говорит нам шепотом. Слушай, тебе вообще не нужно их лизать. Вот список задач и ID, чтобы ты мог попасть в лабораторию. Приходи, когда ты все сделаешь. И вы мне заплатите? Ну, конечно. Тогда хорошо. А теперь прочь с моего офиса. Как скажете, сэр. Окей, хорошо. Короче, на самом деле генерал нормальный, ему нужно поддерживать имидж, а то все тут распоясываются и не будут соблюдать дисциплину. так, тут еще один персонаж, с которым мы можем поговорить. Пока что, наверное, не будем это делать. Так, давайте посмотрим, что у нас тут еще есть. Три кровати с сундуками, а вот секрет, я еще один вижу. Кстати, говоря, у генерала тоже был секрет в офисе. Секрет инопланетян. Окей, у него тоже был секрет в офисе, но пока что мы не можем его взять, потому что он там стоит и мы никак не можем пройти к компьютеру. Думаю, что это попозже нам будет доступно. потому что сейчас мы просто туда не попадем. Окей, давайте посмотрим, что нам нужно сделать. Нам нужно починить компьютер танка Гранта, почистить ванны в бараках и собрать весь мусор в лаборатории. Так, хорошо. Мусор мы с вами собрали, но мы собрали его на улице, а не в лаборатории. Починить компьютер, я так понимаю, не этот компьютер, потому что мы сюда не можем никак пройти. А, нет, окей, мы можем пройти. Ладно, давайте тогда сразу подберем секрет. Окей. Так, и давайте сразу попробуем тогда починить компьютер. Я надеюсь, что это тот компьютер так использовать. Так, нет, это не этот компьютер, потому что он рабочий. Окей, значит, значит, это компьютер, который находится вот в той комнате. Так, давайте сбегаем туда, посмотрим. так, окей, да, это этот компьютер, но у нас не хватает навыков механики, поэтому мы не можем его сейчас починить. Так, давайте посмотрим, сколько у нас очков. Так, у нас 5 очков навыка механики, нам нужно еще одно, чтобы починить компьютер. Окей, будем знать, тогда вернемся к этой задаче попозже. Так, давайте пока что тогда займемся уборкой ванной комнаты. Это довольно просто сделать. Потом сбегаем в лабораторию и после лаборатории уже сбегаем домой, повысим навык и обратно прибежим сюда, чтобы починить компьютер. Так, окей, давайте почистим. Окей. Так, ты можешь отойти, пожалуйста, отсюда, потому что я не могу... Хорошо, молодец. Так. Почему-то у нас настроение сильно начинает падать, не знаю почему, может быть, из-за того, что мы чистим, скорее всего. Так, стоп. Я не это хотел сделать, но ладно. Да, но скорее всего падает из-за того, что мы просто непрерывно чистим грязные приборы и объекты. окей, вроде бы все, или нам еще и с душем... Да, нам нужно еще что-то с душем сделать. Только каким образом что там чистить, если они вроде бы выглядят чистыми? Странно, конечно. сложно. Так, ладно. Окей. так ну и последний наконец таки и по идее у нас должно завершиться действие точнее цель тогда окей у нас получилось ладно давайте тогда сбегаем в лабораторию нам генерал дал айди поэтому теперь мы туда можем попасть так лаборатория кей погнали нам там нужно вынести весь мусор ну вот я уже вижу давайте соберем так окей давайте посмотрим что у нас есть тут фпс очень сильно падает на этой локации походу тут очень много объектов а еще тут есть некая тайная комната поэтому наверное за это он падает так ладно давайте возьмем секрет еще один персонаж с которым мы можем поговорить окей так вот он мусор давай забирай его так то есть нам как минимум еще нужно осмотреть еще один то есть три персонажа здесь и еще еще в бараках у нас один персонаж с которым нужно поговорить то есть дофига еще на самом деле квестов ну да мы только начали это логично так хорошо давай забирай тут опять же есть у нас верстак еще по ходу какая-то мини-игра пока что она недоступна нам так окей здесь вроде бы все собрали больше ничего не вижу ладно вот она сидит троица квеста квеста давателей так сказать окей инопланетянин хорошо так вот он мусор и вот он еще один я надеюсь это последняя куча мусора вроде бы да да все окей отлично так получается что нам нужно сбегать сейчас домой прокачать навык давайте посмотрим что здесь есть у нас так здравствуйте говорить чувак в черном здорово чел классный костюм ты страшный ты что-то нюхал нет он с нами не хочет говорить вести код у вас нет правильного кода окей то есть сюда мы пока не можем попасть хорошо значит это будет немного попозже так секрет отлично фпс просто уничтожается на глазах из-за того что здесь ну достаточно большая ребят локация кстати говоря что удивительно хорошо так по потребностям у нас нормально все но почему-то устроение устроение настроение очень сильно упало давайте что ли помедитируем куда давайте помедитируем и после этого вернемся домой по-быстрому прокачаем навык механики это у нас насколько я помню делается у шкафа с помощью книги вот и вернемся в бараке чтобы починить компьютер и посмотрим что нам дальше скажет генерал ну думаю пока что нам хватит такое настроение вполне вполне нормально отлично все так ой отправляемся с вами домой так и нечаянно нажал туда выбрал бавамина кон теперь он пропал ладно хорошо так дивизион айди отделение 47 хорошо так мусор окей у вас всего день чтобы оплатить налоги точнее счета окей давайте оплатим ну не так уж много хорошо так механика механика мы с вами шкаф не покупали насколько я помню мы где-то в другом месте это прокачивали походу да мы прокачивали это по моему либо в валежнике либо у кого-то из соседей ну ладно давайте купим шкаф чтобы у нас был собственный шкаф дома так счет я не не туда я нажал это у нас нужно для того чтобы изменять стены и пол нам нужно купить объект вот окей давайте поищем шкаф так вот я вижу шкаф саму дешевую купим окей отлично либо же нужно нам телек смотреть я не помню если честно да блин ребят я не то сделал ладно пусть шкаф останется по моему на телевизоре у нас один из каналов нужно просто посмотреть вот да гаджет тиви как раз таки смотреть вот да теперь у нас будет прокачиваться навык окей ну а теперь у сима разболелась голова я кстати не знаю каким образом эту потребность удовлетворять потому что никак не говорится каким образом это все делается то есть что нам нужно может быть нам нужно поспать ну-ка давайте попробуем поспать например и вот расслабиться может быть это поможет потому что всегда появляется эта потребность я фиг его знает как она удовлетворяется вообще не знаю давайте попробуем дейдрим может быть это поможет либо просто сон обычный поможет я не знаю даже если честно не в курсе так чуть не особо это помогает вообще не помогает может быть поспать да смотрите то есть сон сон полностью повышает эту потребность ну окей будем знать хотя мы уже заканчиваем игру но все таки окей полезно так появилась какая-то цель а я думал смотрите у нас появилось желание поучаствовать в ритуале и там корова иконка с коровой я думал что эта иконка проглотится людоеди я думал что он здесь есть его можно посадить здесь но нет это у нас просто обычный ритуал я насколько помню у нас были цели связанные с навыком давайте может быть попробуем их выполнить нам нужно купить верстак чтобы у нас был собственный верстак дома и нужно сделать зелье смарт милкшейк в принципе можно это исполнить деньги у нас есть теперь бы найти верстак еще может быть где-то где-нибудь где-нибудь здесь например магическое зеркало которое повышает харизму ничего себе орган нормально так я не знаю что здесь есть такие объекты так окей а где у нас верстак находится я если честно не помню явно не здесь может быть здесь вроде обычные столы это декор тоже обычный а вот смотрите верстак куда бы тебе поставить давайте поставим сюда что ли окей верстак есть теперь нам нужно коктейль сделать смарт милк какой-то коктейль вот смотрите нам молоко нужно молоко было оно было в валежнике в убежище секты ну давайте сбегаем ладно что уж там давайте сбегаем в валежник все равно нам по пути сбежим к ним в убежище купим по-быстрому купим по-быстрому молоко и можно даже на вот этом верстаке скрафтить все это дело поэтому да так и сделаем так покупать вот молоко окей 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 крафти смарт-милкшейк он у нас дает мгновенный прирост логики Ну-ка. Окей, он у нас есть. Каким образом это работает? Ну-ка. Так, давайте посмотрим. Подождите. У нас логики 7, я так понимаю, очков. И если мы выпьем этот коктейль, если мы этот коктейль выпьем, то у нас повысится навык или что-то. Давайте попробуем, я не знаю, что будет. Мы использовали зелье. Хорошо. И что? А, ну да, ребят, смотрите, у нас появилось, добавилось еще одно очко. Окей. То есть, таким образом это все работает. А что у нас тут? А, у нас цели обновились. И нам нужно развить любой навык до 6 уровня. Это мы выполнили общее количество очков навыков 27, 28 мы тоже выполнили. Общее количество секретов 35 тоже выполнили. Перк медитации мы купили, тоже выполнили. И теперь нам нужно майндтизер какой-то купить для дома. Это вы могли заметить, когда я просматривал режим покупки, когда я искал верстак. Там был такой пирамидообразный компьютер походу или что-то такое, не знаю. Вот. Это как раз таки была эта штука. Но она стоит 2800 символионов. У нас столько нету. Но и чтобы выполнить квест этот, нам нужно его купить. Но эти квесты необязательные. Поэтому мы сейчас не будем на них заострять внимание. Да и в принципе они необязательные для прохождения сюжета. Они нужны для того, чтобы просто набирать очки. Очки sanity points. Вот эти, которые у нас. За которые мы покупаем перки. Как раз таки мы с вами выполнили немного целей. И вот у нас теперь добавились перки. Добавились новые... Добавились очки, на которые мы как раз таки можем купить сейчас перки. У нас 6800 очков. И давайте купим вот этот перк. Который будет у нас снижать понижение потребности вот этой головной боли. Как раз таки. Давайте его купим. Это полезный навык. И еще мы можем купить доступный, по крайней мере у нас, майндридер и пирокинез. Но у нас очков не хватает. Поэтому пока что сюда не смотрим. Если мы до конца игры успеем поднабрать очков, то я обязательно куплю эти перки. И мы с вами проверим, как они работают. Потому что мне самому интересно. Я ни разу их не использовал. Так. Окей, бежим тогда. Бежим, бежим. Садимся. Сейчас попробуем починить компьютер. Сейчас это с легкостью у нас должно произойти. Навык тому повысили. Ну, по идее, все. Цели все выполнены. Успокоить танка Гранта и доложить генералу базу Гранту. Так, сейчас давайте поговорим сначала с генералом. Так, что такое, солдат? Сэр, я сделал все, что было в списке задач. Ты починил компьютер моего сына? Да, сэр. Ты очистил ванные комнаты? Да, сэр. И ты привел в порядок лабораторию? С удовольствием, сэр. Ну, тогда ты, возможно, не такой бесполезный. Вот твои деньги, солдат. Иди себе купи что-нибудь прикольное. Спасибо, сэр. Вы, правда, очень хороший человек. Ты знаешь, я, правда, ценю все, что ты здесь делаешь. Правда, сэр? Нет, я думаю, что ты... Короче, опять орет на нас. Какими-то непотребствами. Я так и думал. Окей. Так, ну что ж, нам нужно теперь успокоить танка Гранта. Танк Грант это его сын, как он сказал. И, по идее, у нас первый сет квестов на этом должен закончиться. Ну, давайте попробуем успокоить. Они что-то тут орут. Что тебе надо? Прости, я не хотел вам мешать. Ну, ты уже помешал, поэтому скажи мне, что ты хочешь. Окей. Я починил компьютер. Так, я уверен, что ты выдохся из-за того, что выбивал дерьмо из своего брата. Да, он едва и драки начнет. Но все же, ты заслуживаешь хорошего... Ты заслуживаешь добра, расслабляющего кресла у компьютера. Ты прав, увидимся позже. Вот это дух. И ты, поговори со мной, когда у тебя будет свободная минутка. У меня есть для тебя работа. Окей. Окей. Так. Это ты тоже, что ли, его брат? Получается. Ну-ка, давайте поговорим с ним. Риба Грант. Да, это тоже, получается, семейка у них такая. Так. Похоже, что твой брат... Устрел тут драку. Да, он привык так делать. Как я тебе это... Как я могу тебе помочь? Я не знаю. А можешь ли ты? Кто твой отец? Генерал Грант. О, я понял. Окей, ладно. Еще один продавец. Давайте посмотрим, что он тут продает. Может быть, что-то интересное будет. Какие-то новые семена. Батончик. Запчасти. И лепестки, которые повышают... Повышают потребность в питании. Так. Бутылка сидра. И кольцо. Окей, ничего тут полезного на самом деле нет. Ну, хорошо. Так, мы с вами, получается, выполнили весь первый сет квестов. Вот. И теперь, в принципе, можно говорить даже с тем же танком или с кем-то из чуваков в лаборатории. Но мы этим займемся уже, наверное, в следующей серии. Если вам понравилась эта серия, то поставьте палец вверх. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Пишите ваши комментарии внизу, конечно же. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать мои новые видео самыми первыми. Вот. В следующей серии мы возьмем еще новые квесты. И постараемся выполнить также за серию один сет квестов. Хотя бы, чтобы одна серия и один сет квестов. А вот. С вами был Ваня. И увидимся в следующих сериях. Субтитры сделал DimaTorzok